Да, здрасте. Продолжаем золотой голос, друзья. И посмотрите, какой красивый все-таки рассвет в 17-й ферме. Никакая девятнашка с этим не сравнится. В общем-то, друзья, у нас тут почти 5 утра, 24-й день, небольшой отрицательный баланс, и знаете почему? Потому что случилось реальное дерьмо. Внезапно пришло сообщение о том, что 37-е поле срочно выставлено на продажу за рыночную стоимость, за 400 тысяч. Я не знаю, какая моча ударила мне в голову, но я подумал, что я его хочу. И, соответственно, я его купил. Вот оно вот такое, и оно довольно большое. Основная проблема в том, что оно находится довольно-таки далеко от базы, и у меня оно в планы вообще не входило, и я на самом деле не знаю, нахрен оно нам надо. Но, короче, я его купил. И, возможно, я об этом пожалею, но его можно будет в любой момент продать. Короче, оно у нас есть, и сегодня мы его трогать не будем. У нас есть более интересные делишки на сегодня. Сегодня, друзья, у нас появятся овечки. Придется, правда, брать кредит на это дело, но все равно овечки у нас появятся. В общем-то, 18-е поле, как я и собирался, я засеял травкой, и теперь здесь растет травка. В общем-то, ее надо сегодня покосить, сделать немножко силоса и травки оставить. Короче, как-то распределить. В общем-то, будем собирать траву отсюда. Я не хочу никуда далеко за ней ездить. Тут вполне не самая маленькая полянка, что называется. Вполне не самая маленькая, да. Я иногда не могу составлять слова правильно. Ничего страшного. Есть у нас еще большое поле, где растет пшеничка. Контрактов у нас никаких нету. Теплички до сих пор пустуют. Я до сих пор ими не занимался. Но это дело у нас, скорее всего, выйдет на стриме. Короче, надо зарядить валерона, чтобы убирали пшеничку. Погнали это делать. Валерончик отправляется работать и отделяет нам соломку. Раньше мы ее раскидывали, а сейчас будет отделяться соломка, потому что мы будем ее собирать стюковать. А еще, кстати, мне писали, мол, помой технику. Мы же построили автомойку. И, друзья, я перемыл технику почти всю, которой пользовался. Так что все нормально. Не начинайте мне там. Надо еще зарядить валерона, который будет возить на базу все это дело. Этим будет заниматься Хурлеман. Хурлеман, наверное, грязный стоит, потому что... А, даже Хурлеман чистый, потому что, да, он культивировал. Так что все нормально. Надо к нему подцепить прицепчик. Вот прицепчик грязный, потому что с момента мойки он нигде не использовался. И в нем еще канола лежит, которую я благополучно не высыпал, да. Но ничего страшного, сейчас высыпем. Отправляем этого товарища тоже на работу. Он сейчас поедет, высыпет и будет помогать собирать пшеничку, да. Комбайн уже набился. Мне кажется, пшеницы этой будет просто куча. Ну да, у нас же теперь первый сорт. В общем-то, вот это... А, нам нужен новый трактор. Ха. У нас же есть классная вальтра, оранжевая, о которой я давно мечтал. В общем-то, мы ее забираем, а гараж закрываем. Вот таким вот простым движением руки. И поехали подцеплять инструменты. Да, кстати, вот такая вот у нас мойка появилась, если я еще ее не показывал. Потому что на стриме-то я ее точно показывал, но я знаю, что не все смотрят стримы. В общем-то, есть мойка. Вот так вот загоняем технику, и она сама там моется. Причем забесплатно. А еще это все дело проработало полсекунды, потому что вальтра и так чистая была. Она автоматически работает и моет ровно столько, сколько у вас грязи. Классно. Ладно. Нам сейчас нужна косилка. Я, друзья, прекрасно знаю, что можно подцепить косилку и валковую жатку одновременно. Но я так не хочу. Или хочу. Ладно, мы все равно будем работать ручками, поэтому давайте сделаем именно так. Нет, не хочу. Я хочу сначала скосить, потом завалковать. Или нет? Черт. Ладно. Делаем все сразу. Подцепляем валковую жатку и поехали на 18-е поле. Сейчас будем устраивать покос. В принципе, тут нет большого смысла косить исключительно на 18-ом поле. Можно вообще всю эту траву выкосить. Но будем, в общем-то, действовать аккуратно. Или сделаем все по фэншую, чтобы было красиво. Шорт. Я не знаю, что мне делать. Ладно, давайте раскрываем все инструменты и опускаем их, да. И выезжаем куда-нибудь вот на дорогу. Будем работать ручками сегодня. Не знаю, почему он сегодня хочется поработать ручками. Примерно, наверное, вот так вот будет хорошо. Что самое интересное, он не хочет выставлять автоширину. Он не понимает, по какому инструменту равнять. А я ему подскажу. 8,4 у нас косилка. Поставим 8,5. Пофигу. Ну и запускаем все это ханалио. Куча инструментов. И, в общем-то, косим. И сразу же валкуем. Как это классно будет работать, да? Нет, друзья, трактор у нас, конечно, мощный. Ничего не скажешь. Но с валковой жаткой что-то он едет прям медленно. Поэтому давайте по порядочку все. Все, валковую жатку мы отцепим. И сначала просто все покосим. Надо, правда, тогда перецепить перед и зад. И это геморройный процесс. Видимо, как-то так это должно работать. Потому что тут еще холмы. Короче, этот супертрактор для такого все равно не предназначен. Давайте объедем сначала вокруг поля. А потом будем уже полоски туда-сюда делать. Мне кажется, так будет... Ой, так будет правильнее всего. Погнали! Я бы, честно говоря, не сказал бы, что он с косилкой едет прям супербыстро. Но лучше, чем и с валковой жаткой. В общем-то... Ладно, погнали нарезать полосочки туда-сюда-обратно. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот и завершен покос. Все скосили. Можно вырубить эту самую косилку. Довольно быстро это произошло. В принципе, она широкая, поле маленькое, поэтому... В следующий раз, конечно, этим валерон будет заниматься. Просто сегодня захотелось что-то вот самому все поделать. Не знаю почему. В общем-то, косилку мы бросаем вот туда. Одну часть и... И вторую тоже здесь бросаем. Едем подцеплять валковую жатку. Отсюда, слава богу, косилку не стырят. Что из ней не случится. Это поле у нас охраняется специальными секретными службами. Да. Сейчас мы, кстати, можем выровнять уже немножко пошире валковую жатку. Сколько она, интересно, автоматом посчитает. Да. Стало шире. Ну, в общем-то, проводим ту же самую процедуру. Только уже волкуем. Волкуем травку. Это будет весело. Твою мать, это мне кажется, или он оставляет здесь полоску травы? Да. Или нет? Вот здесь вот это что? Это полоска скошенной травы? Надо проверить. Да, он оставляет полоску скошенной травы. Надо ставить меньше размера. А что он такой размер сам поставил? Непонятно. Может, доверить это все-таки дело валерону? А и правда, пускай валерончик, короче, здесь ездит. У нас же есть еще интересная задача. Мы посмотрели, как волковать траву. Мы посмотрели, как проехал мимо трактор. Можно, в общем-то, серию завершать. Ладно, я шучу. Нам же эту траву надо еще пособирать и затюковать. Вот, кстати, насчет пособирать. Мне кажется, это надо делать обязательно оранжевым трактором. А тюковать можно МТЗшкой. У нас есть старая тюкалка, которую мы купили еще в самой первой серии. И только сегодня она нам пригодится, да. 24 дня прошло, чтобы нам пригодился тюковщик. Нам нужно опять залезть в гараж и взять отсюда нашу МТЗшку. Не скажу, что она прям любимый мой трактор. Или может не холодно? Нет, давайте МТЗшку, ладно. И гараж только надо закрыть, а то все остальное нам не надо в игре. Давайте цепанем тюковщик. Вообще, в теории, нам должно хватить с этих полей полностью забить все кормушки. Но это в теории. Как оно будет на практике, я без понятия. Можно, кстати, залезть в меню и посмотреть, сколько вообще надо нашим животным. Овчарня. Смотрите, мы сегодня будем забивать только корпус для ягнят. И, соответственно, два дня будет только этот корпус работать. Соответственно, силоса надо всего 17 кубов. Но если будет 34 и 51 в сумме, хуже не будет. Можно на эту сумму рассчитывать. Трава сена нужна 99 кубов. Но я думаю, этого тоже можно надыбать без проблем. Воду мы где-нибудь нарунем. Кстати, блин, надо технику брать на воду. Соломы у нас будет уйма. Я думаю, больше. Там 400 кубов соломы должно получиться с поля. Да. В общем-то, всего должно хватать. Еще надо будет купить молоко, правда. Но мне так кажется, должно хватать. Я не знаю, сколько травы получится с 18 поля. Я не смотрел. Тем более, мы там немножко больше взяли. Этой самой травы вокруг. Короче, что-то да получится. А товарищ волкует, и он молодец. И он тоже второй круг пошел, кстати. Я его сказал, давай ты по кругу, чтобы не выезжать на дорогу. И он работает по кругу. Красавчик. Хотя я бы сказал, травы здесь не очень много. В любом случае, наша цель это 17 кубов силоса и 33 куба травы. Это, я думаю, не проблема. Если будет больше, будет хорошо. Если будет меньше, будет плохо. А мы тем самым включаем тюковщик и поехали тюковать. Соломку. Солома будет уйма. Но должно быть, по крайней мере. Хотя я бы сказал, что ее прям не очень много. Такс. Первый тюк. Выгружаем. Блин, это надо вручную все выгружать. И тюк покатился вниз. Вот это беда. Это не прикольно. Но да ладно. Мы что-нибудь с этим придумаем обязательно. У нас тем временем уже второй тюк на подходе. Сейчас насобираем тюков. Много-много. Тоже выгружаем. И он тоже покатился, да. Но вообще не так далеко. Тот не так далеко укатился. Так что не так страшно. Так. Валерон. Есть тут поблизости какой-нибудь Валерон. Валерона поблизости нашли. Валерон поехал. Пускай едет. Вот тут, друзья, какая-то вакханалия внезапно произошла. Не знаю, что здесь случилось. Мне кажется, в это время... А, да. Что-то выскакивало там сообщение, что Валероны столкнулись. Ну и да ладно. Так, а тюки. Поехали кататься. Беда. Надо их, наверное, ехать уже собирать. А ну-ка, стой, тюк. Не катись никуда. Блин, надо его бросить как-то, чтобы он встал на бок. А он не хочет становиться на бок. Они сейчас все туда катятся. Надо их по-быстрому ехать собирать. Блин, а у нас же на прицепе там стоят эти поддоны с семенами со старыми. Я хотел их отвезти продать. Я не подумал о том, что нам этот прицеп пригодится. Тут он, семена стоят. Ладно, мы их сейчас выкинем. Отцепляем ремни и просто их сталкиваем. Потому что... Ой, плохой вариант. Просто вот так вот вытолкаем. Ну а что делать? Нам этот нужен, нужен этот прицеп. Я надеюсь, что там в воду ничего не бросил. Нормально. Черт, 4 валерона работает сразу. Это много. Ну да ладно. В общем-то, погнали собирать тюки. Что-то мне подсказывает, что что-то отсюда укатилось таки очень далеко. В неизвестном направлении. Чего-то не хватает. Опять-таки тот, который мы на бок положили. Где он? Ну что, неправда, укатились куда-то сюда. Черт. А ладно. Проблема в том, что они катятся по той траектории, где ездят трактора потом. Если бы они просто все аккуратно вниз скатились, то и хрен с ними бы. Можно было бы оставить их там, а потом в одной куче все забрать. Но нет. Это так не работает. Увы. МТЗ-ка с этой задачей, в принципе, вполне справляется. Это хорошо. С тюковкой. Можно после нее собирать. И да, тюков здесь получается довольно-таки много. Надеюсь, с травой будет то же самое. Итак, собираем мы последний тюк. И, соответственно, везем его на нашу овчарню. Там, где будут жить наши будущие овечки. Тем временем, кстати, уже волковалка завершила свое темное дело. Сейчас мы поедем еще, посмотрим, что у нас с травой. Для начала на овчарню. Это важно. Выгружаем эти самые тюки на склад. И посмотрим, сейчас можно ли со склада заполнить кормушки и все остальное одной кнопкой. Вроде как можно было, но я еще не проверял просто. Если мы нажмем снабдить корпус. Да, правда, это стоит денег. Вот же жгадство. В общем-то, мы все снабдили. И солому можно сюда уже не возить. Соломы здесь уже хватает. Кстати, сколько этот самый? Где у нас склад тюков? Склады. Склад тюков овчарня. Соломы. 28 кубов и еще 60. 98 кубов один прицеп. Это много. В общем-то, один прицеп тюков и трава тоже будет забита. Это меня радует. Это довольно-таки неплохо. Ладно, в любом случае, поехали соберем все тюки, перевезем сюда. А дальше уже посмотрим, что будем делать. Ну что ж, друзья. Наше поле убрано от соломы. И она теперь вся находится на складе тюков. Все затюковано, все прекрасно. Погнали заниматься тогда травкой. Не знаю, сколько здесь травы вообще по объему, но мы поступим следующим образом. Мы два прицепа соберем прицепом и отправим это перерабатываться в силос. А все остальное поставим тюковаться. Мне кажется, это будет самое правильное решение. Поэтому заводимся, включаем подборщик и едем собирать траву. Как ни странно. Знаете, что я вам скажу? Нормально здесь травы будет. Вот тут вокруг поля, то, что мы косили, там не очень много, а на самом поле достаточно. Потому что там и удобрения, и все по фэншую было сделано. В общем-то повезли, все это дело отвезем на наш переработчик силоса. Переработчик силоса, да, ферментатор. И вот сюда вот мы все это дело выгружаем. И в общем-то травка у нас выгружается. И посмотрите, она не сразу вся попадает внутрь. По-моему, это очень классно сделано. И потом ее потихоньку начинают ом-ном-ном-ном-ном, да. Потиху жует. Меня, конечно же, сейчас интересует, работает ли это дерьмо. Силосная башня овчарня. У нас трава, ага, начать ферментирование. И все, пошло ферментирование. А вот хороший вопрос, если мы сейчас еще высыпем, оно добавится или это отдельно будет? Интересный вопрос. Ладно, поехали, соберем еще прицепчик травы и привезем сюда. Достигнута предельная вместимость. Гениально, понятно. Значит, ферментатор работает именно так. Нужно, чтобы весь этот силос переферментировался, да. Потом его, видимо, оттуда достать. А потом забивать новый. И, кстати, ферментироваться, скорее всего, он будет долго, как в яме. То есть почти сутки, мне так кажется. Сейчас 0%. И беда. Ладно, мы знаете, что сделаем с этой травой? Мы ее высыпем в яму. А потом с ямы приедем и заберем, и высыпем. Ну, вы поняли, да. Вот так вот. Сейчас еще это дело надо укатать. Надо смотреть, сколько идет прессования. Укатать нужно вручную. Вот так вот. Соответственно, накрываем эту яму. И тут у нас тоже пошла ферментация. А это все дело можно возвращать обратно на базу. Немножко я, конечно, прогадал силосом. Не сразу он у нас получится. Но ничего страшного. Просто первые сутки производительность у овечек будет чуть-чуть меньше, чем нужно. А с учетом того, что у нас будут первые сутки ягнята, то мне кажется, это и не сильно-то и важно. В общем-то, друзья, у нас валерончик пошел работать. Теперь он нам делает вот такие вот тюки с травкой, которые тоже катаются. И, в общем-то, мы их тоже сейчас будем собирать, как ни странно, на наш суперский Урал. Но здесь они, слава богу, далеко хотя бы не укатываются. И это меня радует. Хотя, может быть, и тоже далеко будут укатываться. Но здесь склон не такой большой. И это хорошо. В общем-то, они пускай работают. А нам надо еще в магазин, потому что у нас есть еще кое-какие покупки и аренды. И что-то мне подсказывает, что нам не хватит на все денег. И это будет беда. Поле с травкой, друзья, затюковалось довольно-таки быстро. И тюков там получилось, соответственно, не очень много. Сейчас мы глянем. Во-первых, я проезжал мимо и решил вручную высыпать в первый корпус. Зачем платить деньги? Хотя, если мы нажмем снабдить... Да, 45 еще заплатили. Ну и ладно. Короче, платить мне не очень хотелось. Я решил вручную высыпать. Почему бы и нет? Все равно рядом проезжал. Короче, травка у нас здесь есть. Силоса пока нету. Животных нету. Нету воды и молока. Как ни странно. Плюс 68 кубов мы закинули в ферментатор и в силосную яму. Два прицепа. Ну и 91 куб у нас получился еще в тюках. На хранилище тюков. Но этого пока что будет хватать. В следующий раз трава вырастет. Мы еще повозим. А сейчас, друзья, погнали в магазин. Что нам в магазине, друзья, надо? Нам надо какой-нибудь прицеп, который будет возить животных. И в принципе, спаки с картой идет вот такой вот за 67 тысяч. Мы его сейчас купить не можем. У нас тупо нет денег. Но 5 тысяч потратить на аренду мы можем. Спокойно. И еще, друзья, нам нужна цистерна, чтобы возить молоко. Я думаю, что мы и так сейчас в минусе сидим. Сильно экономить не будем. Возьмем вот эту вот за 5 тысяч в аренду. Правда, надо все равно брать кредит. И берем по максимуму. Никуда не денемся. Соответственно, берем цистерну после всего этого дерьма. Основной цвет. Это что? Там ничего толком не меняется. Она все равно будет белая. И ничего красить не будем. Экономим деньги. Арендуем такую цистерну. И арендуем прицеп для ягнят. Этот прицеп перевозит 70 ягнят за раз. Поэтому 10 ходок придется делать. Это ужасно. Я думал это все сделать на стриме. Но, увы... А, все-таки он красный. Можно было в оранжевый красить спокойно. Я, в общем-то, думал на стриме это все дело повозить. Вместе с Евлампием. Но тогда эта серия вышла бы не тогда, когда она вышла. А дня через три только. Погнали в первую очередь за молоком. Еще молокаш надо купить. Боже мой, где взять на все денег? Молоко, друзья, можно брать у коровок. Но, так как их у нас сейчас нету, то, соответственно, его нужно купить. На ферме Кузнецова его можно купить. Правда, большой вопрос, где? Попробуем вот здесь. И, да, оно покупается здесь. Давайте только глянем, сколько его нам надо. Его надо 20 кубов. Соответственно, мы и купим 20 кубов. Потому что мы можем так сделать. И это стоит 10 сраных тысяч. Кошмар. Да, видимо, на починку денег... На починку денег. На починку водонапорной башни денег у нас не хватит. Где загружать молоко, люди? Расскажите мне. Хороший вопрос. Неужели где-то внешне? Погнали бегать и сами искать. Здесь у нас навоз и жидкий навоз. Это не то, что нам надо. Кормить ягнят жидким навозом вместо молока, по-моему, очень плохая идея. О, кстати, еще одна монетка. Осталось найти 74 монеты. Мы, кстати, 4 уже потратили, чтобы купить 18-е поле. Твою мать, Кузнецов, где ты молоко хранишь? Я бы сказал, что, может быть, здесь монет ни одной подсказки. Вот триггер есть, а подсказки нету. Погнали попробуем туда. Потому что я других мест не нашел. Сколько я здесь бегаю? Ничего лучше мне в голову не пришло. Нет, здесь нет никакой загрузки. Очень зря. Или, может быть, надо прям очень ровно встать? Может быть, надо еще открыть люки, например, сначала? Это было бы вполне логично и в духе золотого колоса. Да, вот оно, начать заполнение. Молочко. Я был прав. И анимация какая классная. Охренетительно, слушайте. Я прям в восторге от этого. В очередной раз говорю, что разрабы просто красавчики. Ну классно же. Классно же реально сделано. Повезли все это дело в наш ягнятник. И молоко нужно выгрузить куда-то сюда. Ну же, подсказка какая-нибудь, да. Вот оно, последнее. Здесь не принимают такой товар, как молоко. В смысле? Тут же написано молоко выгружать сюда. Нет, во вторую. Я промазал. Ничего страшного бывает. Сейчас мы подъедем ко второй. Не проблема. Да, видимо, оно как-то хитрым способом выгружается. Начать разгрузку и ничего не происходит. А, разгрузка пошла. Я остановлю на всякий случай, а то, знаете, что-то я не доверяю этому. Животное, овчарня. Нет, молоко пошло, все хорошо. А то мало ли, оно выливается в землю куда-нибудь. Я уже с роудрейдпаком наигрался в свое время. Там можно было случайно выгрузить все в землю. Просто вылить из бочки. Ладно, пока оно выгружается, погнали посмотрим еще насчет воды. Сколько стоит починить водонапорную башню? Ее стоит починить 15 тысяч. Пока что не будем. Воду привезем ручками. Тут есть какая-то речка. Правда, хороший вопрос, можно ли из нее набрать и не утопить цистерну. То, что цистерна позволяет перевозить воду, это я знаю. Сколько надо воды? Воды надо 20 кубов. И по 30 в обычные. Все понятно. В общем-то, давайте одну цистерну наберем. Может быть, я, конечно, и не прав. Но я попробую съехать прямо здесь. Надеюсь, что я не утоплю ни Урал, ни цистерну. А то будет, знаете ли, обидно. И она не пошла. И вот так вот она не пошла. О, пошла вода. Надеюсь, мощей хватит, чтобы выехать отсюда. А то, знаете ли, всякое в жизни бывает. Веселый молочник. Вкусные молочные продукты. Там вон еще сзади есть штука для шланга. Не знаю, мне кажется, каким-то образом это должно работать. И, возможно, где-нибудь они анимируются. И Урал потиху начал уже скатываться в реку. Давай набирайся. Я надеюсь, он отсюда выйдет. Да, ему тяжеловато. Это прям точно. Но он выезжает. Молодец какой, а? Главное, что мы его не утопили. Это самое главное. Соответственно, выгружаем воду. 20 кубов сюда. И 20 кубов отвезем в другое место. В первый корпус, например. Или во второй. Выгружается, падла, медленно. Но мы никуда не торопимся. Да. Потом можно будет починить вот эту вот самую водонапорную вышку. Получить плюс один к рейтингу. И вода будет пополняться автоматически. Можно, в принципе, свою поставить. Она 18 тысяч стоит. Эта водонапорная, которая здесь на карте, она периодически будет ломаться. Поэтому, может быть, имеет смысл поставить сразу свою. Я еще, в общем-то, это подумаю над этим вопросом. Так, куда здесь выгружать воду? Здесь выгружать воду. Отлично. Мы выгружаем тогда. В чем проблема? И можно отцепить Урал. И поехали в магазин за прицепом. За вторым. Который будет возить овечек. Потому что мы все забили, кроме силоса. В общем-то, можно уже покупать овец. Точнее, ягнят. И вот оно, друзья. Самое главное, ради чего мы сегодня затевали весь сыр-бор. Покупка овечек. Точнее, ягнят. Мы прибываем на ферму Кузнецова с арендованным прицепчиком. И загружаем в него целых 70 ягнят. И платим за это 5250. После этого всего дерьма, можно отвезти это все дело на нашу овчарню. И выгрузить там. И вот сюда вот мы это все дело выгружаем. И в принципе, можно заглушить мотор. На самом деле, овечки продаются. Точнее, ягнята. С 9 утра и 42 минуты у меня ушло на то, чтобы их все сюда привезти. Еще они не орут. Я же раньше слышал, как они орали. А вот. Жалко, вот эти двери не открываются. И на самих ягнят мы посмотреть не сможем. На овечек потом сможем. Кстати, овечки поисчезали. Которые здесь были не наши. Видимо, старый хозяин их не сразу просто отсюда увез. Ничего страшного. Давайте заглянем в яму. Здесь у нас уже 17% ферментации. И у нас опять показало нам только что сообщение. Здесь вот его можно прочитать. Корпус для ягнят силос. Необходимо пополнить следующий запас. Да, мы в курсе. У нас просто нету этого самого силоса. 42 минуты, кстати, пока я их начал возить. Они уже даже трохи сожрали еды. Хотя немного. У нас их теперь всего 700 штук. У нас осталось 10 тысяч на балансе. И это очень мало. И мы не можем больше взять кредита. Она у нас еще пассивная впереди. Меня еще интересует, кстати, как у нас тут дела с ферментацией. 27% кстати. Довольно быстро она все это делает. Классно. Хотя на самом деле уже 3 часа прошло. Так что часов 12 она все ферментируется. В общем-то, друзья, у нас теперь появились овечки. В ближайшие дни они не будут нам ни хрена давать, кроме как навоз. Вон они уже даже чуть-чуть покакали. Маленькая такая кучка есть. Надо будет им еще докинуть потом силоса. И через 2 дня, на 26 день, они уже станут подрастающими. И мы, соответственно, перекинем их в первый корпус. Первый и второй корпус, да. А прицеп этот, кстати, можно сдать. Нам в ближайшее время не понадобится. Ну а потом уже будем делать шерсть. Точнее, состригать с них шерсть. И выполнять какие-то контракты. Тут шерсть нигде не используется, только контракты на шерсть. Поэтому будут попадаться контрактики. Будем, в общем-то, у них все это дело продавать. Вот такие пироги. На этом, друзья, у меня все. Я эту серию записывал часа 4. Поэтому давайте-ка не пленитесь влепить лосик. И написать какой-нибудь комментарий. Желательно ржачный. А если не можете придумать ржачный, то вообще хоть какой-нибудь напишите. Мне будет приятно. Еще один товарищ написал вот такой комментарий. Я попросил его аргументировать свою фразу. Но он этого не сделал. Потому что, может быть, не видел. Потому что люди пишут комментарии. Я, в общем-то, еще раз прошу, аргументирую. Мне очень интересно, что это значит. Правда. А то я спать не смогу. А я иногда хочу спать. Да. На этом, друзья, у меня все. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Лайки, комментарии и все такое. Может быть, как-нибудь постримим все это дело. Потому что работы валом. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.